Друзья, добрый день! Жизнь продолжается, я снова с вами на связи. И я бы хотел сегодня с вами поделиться одной мыслью. Знаете, не так давно мы праздновали Пасху. Мы вспоминали о том, как Христа брали на распятие в саду, как Он стоял перед Пилатом. И весь этот процесс, кто читает Библию, вы помните все, что происходило с Иисусом. И вот одну мысль я хочу, чтобы мы могли поразмышлять над ней. Давайте прочитаем от Луки, 23 глава, с 20 стиха. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали, распни, распни Его. Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал Он. Я ничего достойного смерти не нашел в Нем. И так, наказав Его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы Он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. Мы читаем о том, что Христос стоял перед Пилатом. Пилат, он был римским прокуратором в Иудее. И он был поставлен Римом управлять Иудеей с 25 по 36 года Новой Эры. И именно в его правлении он столкнулся с очень непростой задачей – судить Иисуса Христа. Ему предстояло принять решение – осудить Христа на смерть или отпустить Его. И в тот момент очень много голосов звучало в голове у Пилата. Давайте рассмотрим эти голоса. Первый голос, который звучал в голове Пилата – это был голос здравого смысла. Этот голос говорил ему о том, что Христос ни в чем не виноват. Он это понимал, когда изучил дело Иисуса. И он знал, что, как Марк написано в 15.10, что предали Иисуса из зависти. И вот этот голос здравого смысла он говорил Пилату – Иисус ни в чем не виноват, отпусти Его. Следующий голос, который звучал в его разуме – это был голос его жены. В Матфея 27 главе 19 стихе написано, что когда он сидел на судейском месте, его жена послала ему сказать – не делай ничего этому праведнику, потому что я во сне много пострадала за него. Голос жены усиливал голос здравого смысла, подтверждал его и пытался повлиять на решение Пилата. Следующий голос, который звучал в его голове – это был голос страха. В Англии от Иоанна 12 глава 15 стихе написано – если ты отпустишь его, ты не друг Кесаря. Голос страха говорил Пилату – если отпустишь Иисуса, потеряешь все. Потеряешь власть, потеряешь положение, потеряешь позицию, свое богатство, дружбу с Кесарем. И для твоей карьеры это все очень плохо закончится. И четвертый голос – это был голос или крик толпы. Как мы уже прочитали, Луки 23, 23 написано – и превозмог крик их и первосвященников. Голос толпы, который перешел на крик, он звучал громче всех. Толпа хотела смерти Иисуса, толпа хотела распятия, толпа выбрала воравву. И крик толпы, мы видим, он превозмог все другие голоса в голове Пилата. Была жестокая битва его разума в тот момент, все эти голоса кипели внутри него. И знаете что, Пилат он боролся, он не хотел. Ян пишет, что он не хотел отдавать Христа на распятие, он завел его к себе. Он спрашивал, что есть истина. Он искал разные пути, чтобы отпустить Иисуса. У него, можно сказать, мозги кипели от всех этих голосов. Но в итоге мы видим крик толпы, он все равно превозмог. И отверг голос здравого смысла, голос жены, и он пошел на поводу у толпы. То есть голоса других людей определили решение Пилата. В нашей жизни также звучит очень много голосов. Каждый день сотни голосов. Одни звучат громче, другие звучат тише. Одни хорошие, другие плохие. Но каждый голос, он желает превозмочь в нашем разуме. Потому что тот голос, который побеждает в нашем разуме, тот голос, он определяет наши решения и направления нашей жизни. Поэтому каждый день, друзья, когда звучат голоса, и каждый день мы стоим перед выбором, какому голосу прислушаться и какой голос выбрать. И я хочу сегодня обратиться к каждому из нас. Я понял простую вещь. Очень часто мы знаем, какой голос правильный. Мы понимаем, какому голосу мы должны прислушаться. Но как это и случилось с Пилатом. Более громкие голоса, или желание угодить людям, или страх перед людьми, или страх потерять, может быть, какие-то земные привилегии, ценности, богатства. То эти все вещи, или все другие голоса, они превозмогают и заглушают правильный голос. И вот когда мы стоим каждый день перед каким-то выбором и принятием какого-то решения, и множество голосов звучит в нашей голове, знаете, что определит наше решение в конечном итоге? Наша внутренняя система ценностей, наши убеждения, страх Божий, который внутри человека, они повлияют на твой выбор. Мы видим, что у Пилата не было никаких ценностей, у него не было страха Божьего. Все, что у него было, это любовь к деньгам, это любовь к власти, удовольствие. Это все, чем он жил. Поэтому даже понимая, что Христос не виноват, он в итоге отдал его на распятие. И каждый день, друзья, когда будут звучать голоса, они звучат в твоем, в моем разуме. Я хочу вдохновить всех нас, чтобы мы не позволяли неправильным голосам побеждать. Потому что то, какой голос победит в твоем разуме, он определит направление всей твоей жизни. Потому что разум – это поле битвы. Кто побеждает в нашей голове, тот победит в нашей жизни. Благословение вам!